Мы то, что мы едим, как питаться правильно для того, чтобы быть красивым и здоровым. Разбираемся сегодня в программе «Качество жизни» с Людмилой Марченко. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Иоланта Лангауэр, нутрициолог, и мы будем говорить о том, как питаться правильно. Добрый день, Людмила! Иоланта, нутрициолог, что это за специалист и чем он будет принципиально отличаться, например, от диетолога, который тоже занимается правильным питанием? Ну, во-первых, нутрициология сейчас берет свой рассвет. И нутрициолог – это специалист, который занимается рациональным питанием и возмещением различных дефицитных состояний. И в первую очередь недопущением этих самых дефицитов. Если мы сравниваем нутрициолога и диетолога, то диетолог – это специалист, который занимается терапевтическими протоколами питания. То есть назначает диету с целью… Ну, уже избавится от заболевания. Да, да. То есть работает в первую очередь с больными людьми, в отличие от нутрициолога, который работает со здоровыми с целью профилактики. Итак, здоровый человек. Что его должно насторожить в своем образе жизни для того, чтобы он обратился, например, к вам? Ой, на самом деле обычно те самые симптомы, мы их называем неспецифические, да, то есть которые не относятся к какой-то конкретной болезни. Например, головная боль, усталость, бессонница, повышенная раздражительность и так далее. Вот эти симптомы являются уже таким первым звоночком, чтобы посмотреть в сторону своего питания и вообще оздоровления в целом. Ну, а что с нашим питанием может быть не так? Ну, я сейчас не беру, например, конечно, фастфуд, которого в изобилии вокруг, несмотря на все ограничения, но тем не менее это есть. Есть полуфабрикаты. Но мы все учились в школе, и на уроках биологии нам говорили, что правильное питание – это рациональное питание, которое состоит из белков, жиров, углеводов. Вот нутрициолог, что он, по-другому смотрит на эти вещи? Что не так, например, с человеком, который ориентируется на эти правила? Ну, во-первых, стоит, наверное, начать с того, что, к сожалению, до сих пор очень мало людей знают, что относится к белкам, что относится к жирам, а что относится к углеводам. И, конечно, здесь еще очень сейчас круто работают маркетологи, которые, собственно, продвигают различные здоровые продукты. Поэтому на полках мы можем видеть йогурты, которые будут призывать там и потреблять их из-за пробиотиков, я не знаю, там, и так далее. Ну, вместо того, что содержание жира, витаминов и прочее. При этом человек будет думать, что да, это очень полезная еда, а там просто огромное количество сахара скрытого. То же самое с жирами. Жиры ведь тоже бывают разные. До сих пор многие боятся употреблять жир из сала, но образно, да, или выбирают только постное какое-нибудь мясо. При этом с удовольствием кушают магазинную выпечку, которая сделана на трансжирах и маргарине, путая эти самые понятия. Думая, что если они будут кушать сало, то они будут в прямом смысле обрастать жиром. Хотя это, конечно, не так, а скорее даже наоборот. А вы лично сами как занялись нутрициологией? Это был ваш какой-то опыт, который вас заставил взглянуть по-новому на свой рацион питания, может быть, на свой образ жизни, на своих близких, то, что они у вас едят. Когда вы начали считать себя человеком, который за здоровое питание, ну, так скажем, за здоровый образ жизни? У меня есть действительно своя личная история ввиду того, что я долгое время была вегетарианкой, и это был мой период жизни более 12 лет. И после второй беременности, так скажем, когда у меня уже скопились различные дефицитные состояния, я стала себя очень плохо чувствовать, очень плохо. Ходила по разным врачам, никто мне не мог никак помочь. И вот тогда, собственно, мне пришлось идти за ответами на свои же вопросы, обращаться, так сказать, к обучению. И училась за границей, потому что в то время не было совершенно вообще у нас в России такого понятия, как нутрициология, хотя тогда мы уже знали, что такое диетология. И таким образом, в общем-то, в первую очередь решила свои проблемы и уже потом стала специалистом в этой области. Ну, вот какие новые горизонты знаний вам открылись, когда вы пошли учиться на нутрициолога? У вас вот был такой синдром, есть вот, например, те, кто учится в мединституте, в медучилищике, говорят, есть такой синдром третьего курса, что когда изучаете все болезни, они начинают как-то проявляться. Вы тоже, наверное, читали всё это? Конечно, каждый раз, когда я учился, училась, и до сих пор учусь с того периода, это уже более 6,5 лет, беспрерывно. И история про то, что я зачем-то нашла все эти симптомы себя, она до сих пор присутствует. Но на самом деле, ну, наверное, так отрабатывается практика, что сказать. Бывает такое. Вот что сразу вы как бы для себя решили, что будут есть ваши близкие, что будете есть вы, от чего вы откажетесь? Ну, конечно, у нас не было каких-то, слава богу, что прошел тот период в моей жизни, возможно, это был юношеский максимализм, когда было белое и черное. Викторианство? В том числе, да. То есть сейчас у нас нет каких-то, то есть мы не уходим, в общем, жестко вот в эти крайности. Сейчас есть золотая середина, можно всё, просто вопрос количества. Вот так вот я бы сказала. Но когда переходишь на более рациональное, правильное питание, когда приходишь к такому уже состоянию, когда возмещены все дефициты, то на самом деле на всякую гадость особо и не тянет. То есть состояние где-то стабилизируется и выравнивается. Как обратить внимание, ну, вот вы как специалист, к вам приходят, если на приём, вот с чем вы будете работать? Вы как врач заставитесь сдать анализы, посмотрите эти анализы, какие анализы обычно сдают, если их сдают, либо человек, который, ну, к вам же приходит относительно здоровый человек, который хочет поменять свой, например, рацион питания, либо эти анализы не нужно сдавать. Он к вам просто придёт и скажет, вот я там чем-то страдаю, у меня болит голова, голова кружится, вот с чем вы работаете? Вот так здорово вы сейчас сказали, вы как врач, и сейчас я могу вообще без зазрения совести сказать, что, во-первых, я не врач. Я специалист околомедицинского такого сообщества, да, я работаю с анализами, во-вторых, я работаю с условно здоровыми людьми, и, безусловно, если мы имеем дело с каким-то острым состоянием, то в этом состоянии уже нужно идти к врачу, а не ходить по нутрициологам и так далее. То есть это уже, значит, ну, в общем, поздно пить боржоми, как говорится. Но в основном люди, конечно же, приходят к нутрициологу в большинстве случаев тогда, когда они не нашли как раз такие помощи у врачей. Особенно часто это люди с хроническими заболеваниями и аутоиммунными заболеваниями. Кто, например, к вам может прийти и на что жаловаться? Ну, с какими заболеваниями, так скажем, или состояниями вы работаете? Очень часто, очень распространенно это различные проблемы с желудочно-кишечным трактом, различные заболевания кишечника, в том числе аутоиммунные заболевания, специфический язвенный колит, например, синдром текущего кишечника и так далее. Такие заболевания действительно в большинстве случаев, если мы не берем интегративных врачей, которые уже вот тоже постоянно учатся и очень близко идут с нутрициологией, к сожалению, сегодня не решаются в традиционной медицине. Во-вторых, это очень часто заболевания щитовидной железы, как ни странно. Опять же, аутоиммунный тиреодит, который не считают вообще, в принципе, ну, вернее, считать считают, диагноз такой ставят, но лечить его не лечат, поэтому даже никаким образом, в общем, чекапы не проводят об изменениях в этом направлении. Субклинический гипотирез, гипотирез и так далее. То есть вот такие заболевания. Плюс очень много у нас, на самом деле, различных болезней, которые связаны с дефицитными состояниями. То есть это анемия, например, железодефицитная, которая влечет за собой другие изменения в, так скажем, в общем состоянии, которые в том числе приводят, например, к гипотиреозу и так далее. Поэтому в основном все, что связано с дефицитами, недостатком витаминов и микроэлементов. А вы так хорошо оперируете этими знаниями, терминами. У вас есть медицинское образование, либо, обучаясь нутрициологии, вам все-таки приходилось изучать? Ну вообще, на сегодняшний день медицинское образование не требуется для того, чтобы быть нутрициологом. Но у меня есть среднеспециальное образование медицинское. Но откровенно могу сказать, что оно не сильно сделало погоду в тех знаниях, которые есть у меня в области нутрициологии. Но действительно, как я уже сказала, поскольку нутрициология – это очень такая околомедицинская тема, превентивная медицина, по факту, это и есть нутрициология, то, конечно, мы очень близко. И порой знаем даже иногда значительно больше, чем традиционный врач, может быть, какой-нибудь участковый. Но, например, врач, который занимается процессами пищеварения, гастронтеролог, он сейчас нас не послушает и не скажет, что вы куда-то ушли в околонаучную область. И если, например, некоторые заболевания мы назначаем, то же самое, и желудок, и кишечник лечить, это специальные препараты, достаточно сильные, убойные, антибиотики, всё подряд. Скорректируя питание, можно от всего этого отказаться. Я правильно поняла? Я бы сказала, что на самом деле есть такая проблема сегодняшней традиционной медицины, в том числе отдельных научных областей, которые вы затронули. Это то, что у нас рассматривают человека по частям немножко. Отдельно лечат желудок, отдельно лечат голову и так далее. Между тем, всё-таки человеческий организм – это единый механизм. И поэтому сегодня так процветает интегративная медицина, которая, собственно, связывает и ищет первопричину, а не старается избавиться от симптомов. И, безусловно, в арсенале нутрициолога не только питание. Сегодня нутрициолог, пожалуй, замещает очень много и других специальностей, поэтому сейчас происходит такое расслоение этой специальности, потому что в том числе мы очень много работаем с нутрицептиками и парафармацевтиками, то есть биологически активными добавками, которые порой превосходят по эффективности фармы. Вот мы сейчас поменяли вот слово, и нас опять закидает помидорами, что биологически активные добавки. Сейчас врачи скажут, ну вот, ну вот опять вы к ним, и вот это опять люди, которые их распространяют. Что такое биологически активная добавка, для чего она нам сегодня нужна в нашем рационе? Ну, во-первых, я хочу сказать, что нас бы закидали с вами, ну, лет пять точно назад. Это было страшно произносить БАТ, слово по этому. Да, это такая же жуткая была. Такие-то синонимы, да, там, саплименты, нутрицептики и так далее. Сегодня это не так, и я этому безумно рада, потому что биологически активные добавки, во-первых, бывают разные, во-вторых, они дают нам возможность, в общем-то, не дойти до того периода, чтобы ходить и лечиться у врача. И, безусловно, сегодня здоровье каждого в руках нас самих. Если мы будем этой темой интересоваться и заниматься, в первую очередь, профилактикой, то, возможно, и не придётся ходить по врачам и искать там спасение. Давайте поясним для наших зрителей, что такое биологически активная добавка, чтобы они не пугали, что это какой-то там странный порошок с каким-то странным содержанием, которое каким-то образом влияет на наш обмен веществ, его либо ускоряет, либо замедляет. Что такое, по сути? Я для себя определяю, что биологически активные добавки – это всевозможные витамины, омеги, которые нам полезны, которых нам очень трудно добыть в обычной еде. Что бы вы ещё в этот список внесли? Да, действительно, это так. Биологически активные добавки – это очень большой, на самом деле, спектр различных продуктов, которые не являются лекарственными, в первую очередь. То есть это и витамины, и микроэлементы, это также функциональное питание. Например, детские смеси, которыми замещают грудное вскармливание – это тоже биологически активная добавка. Потому что по факту это питание, которое насыщает теми самыми витаминами и микроэлементами, а также даёт нам белки, жиры и углеводы. Немножко в иной форме. Спортивное питание – это тоже биологически активные добавки. Я думаю, что этот страх к биологически активным добавкам пришёл к нам из 90-х, когда, в общем-то, немножко иначе это… Распространители отделенных фирм нам предлагали очень навязчиво. Всё правильно. Призывали, хочешь похудеть, спроси меня, как. Да-да, всё правильно вы говорите. Сегодня это не так. На самом деле, сегодня даже врачи традиционные уже понимают, что вообще на самом деле недостаток витаминов и микроэлементов – это причина более 70% алиментарных заболеваний, тех, которые мы лечим у врачей. Поэтому без этого сегодня никуда. И, к сожалению, еда не всегда… Ну да, я хотела спросить, а почему не пойти в магазин, не купить той же самой жирной рыбы? Это лучший способ. Купить вот там что там, фрукты, овощи. Я захожу в магазин, и на полках круглый год апельсины, мандарины, лимоны. Уже такое ощущение, что лимон у нас вообще в принципе нет рядом растёт, и он всегда есть на прилавке. Поэтому испытывать дефицит витамина, ну какой-нибудь там С или ещё чего-то, мне кажется, даже вопрос не стоит об этом. Отчасти, да, вы правы. На самом деле это самый лучший способ возместить все витамины, микроэлементы путём питания. Но, к сожалению, здесь очень много различных проблем, почему у нас это не получается. Во-первых, вы правильно сказали, на полках всё лежит, откуда-то привезённое. И понятное дело, что везут к нам это всё не совсем спелое, да, оно дозревает, оно обрабатывается различными веществами, и даже на этапе взращивания, начнём. Поэтому, конечно же, такие овощи, фрукты, они уже вырастают, не имея той пищевой и нутритивной ценности, которую они, по идее, должны иметь. Например, когда-то капуста была одним из явных источников витамина С, а сейчас в капусте практически нет. У меня, кстати, между прочим, бабушка всегда придерживалась такого правила, и она всегда говорила, что полезно то, что растёт рядом с тобой. Это 100%. Вот то, что растёт на огороде, поэтому надо капусту есть в свежем виде осенью, а потом её заквасить, она ещё больше обогатится за счёт различных ферментативных процессов витаминами, активными веществами, и вот тогда можно будет и зимой получать из неё полезные витамины. Да. Как нутрициолог, это имеет какую-то почву под собой эти утверждения? 100% да. Во-первых, нам желательно есть сезонные продукты, то есть если сезон яблок, едим яблоки, сезон ягод, едим ягоды. Во-вторых, то, что растёт около нас, это тоже очень верно, потому что не всегда наш ЖКТ, так скажем, готов к тому, то есть нет просто банально ряда ферментов и так далее для того, чтобы усваивать какие-нибудь там, я не знаю, тайские фрукты, предположим, или есть их постоянно. То есть вот какой-нибудь маракуйя, манго мне будет не так полезно, как капуста, заквашенная ещё в октябре? Да. А вообще заквашенная капуста – это же пробиотик в чистом виде, если она ещё без сахара заквашена, с клюквой, это вообще лучшее для кишечника, что может быть. Пробиотик, что это такое? Пробиотик – это полезные бактерии, которые живут в нашем кишечнике и делают огромную работу, в том числе вырабатывая определённые витамины. И, соответственно, они создают такой новый, называют сегодня это новым органом, микробиом, который весит около 2 кг. То есть это такие дружественные для нас бактерии, которые, в общем-то, создают очень много всего полезного в нашем организме и в том числе иммунную систему очень значительно поддерживают. И, кстати, тесно связаны как раз-таки с процессами, которые происходят в голове, с выработкой серотонина, с настроением, с депрессивными состояниями и так далее. Какие у нас есть продукты полезные, а какие вредные? Ну, сейчас, наверное, начнём. Первый у нас список будет фастфуд и то, что пожарено в растительном масле, да? Ну, наверное, может быть, что-то рассказать не совсем банальное. Но вот из полезного это как раз-таки сало, как бы это странно ни звучало. Многие, наверное, переживают об этом. Какое? Обычное свиное сало, да? Обычное свиное сало, да, потому что это источник полезных жиров. Много его не съешь, но при этом мы оттуда берём значительное количество энергии. Сливочное масло – это тоже очень полезно. Ну, из такого, чего люди обычно боятся, так скажем. Ну, мы одно время, в принципе, даже нас призывали заменить, ну, даже не частично, а всё-таки заменить сливочным маслом, маслом растительным. Нам доказывали, что это насыщенные жиры, это те, которые твёрдые, и ненасыщенные, которые жидкие. Вот как раз-таки жидкие, они очень полезные. Но теперь вот я смотрю, опять пересмотрели, наверное. Ну, всё, так скажем, берётся на основании какого-то опыта. И да, действительно был такой период, когда нас очень сильно пугали жиром. И помните, была такая эпоха обезжиренных продуктов. Обезжиренная сметана, обезжиренный творог, обезжиренное молоко. В общем, всё надо было покупать обезжиренное, иначе ты наберёшь вес. Хотя на самом деле, если убирают из продукта натурального жира, то туда добавляют крахмал, сахар, по факту. И вот это намного хуже, потому что то, чего стоит сегодня бояться, это абсолютно точно сахара, причём в разном виде. То есть есть салу полезнее, чем шоколадку, сладкую или конфетку, или пирожные? Да, абсолютно точно, да. А почему такое отношение к сахару? Из-за того, что сахар вызывает, ну как мы знаем, различные осложнения в виде диабета? Из-за этого? Ну, здесь, наверное, придётся прочитать какую-то лекцию, но постараюсь коротко сказать. Дело в том, что, ну в общем, сахар на самом деле нарушает абсолютно все процессы в организме. Причём под сахаром подразумевается не только тот самый белый сахар, да, но и большое количество фруктозы, и большое количество, например, углеводов, то есть хлеб по факту. Или даже если мы будем есть вроде бы полезный там белый рис, но опять же он будет на завтрак, на обед и на ужин, то есть чрезмерно, то это тоже сахар, потому что всё это в итоге по факту превращается у нас в сахар. И, к сожалению, мы не используем столько энергии, да, поэтому получаем раннее старение, получаем нарушение репродуктивных функций и вот все вытекающие проблемы, с которыми сегодня, в общем-то, имеем дело. Ну, традиционно мы привыкли как? Вот сейчас, например, вечером семья собирается за столом, готовит что-то и гарнир. Вот что лучше всего приготовить на гарнире? Это должна быть какая-то крупа? Это должны быть овощи. Или мы крупы вообще сейчас убираем, потому что это вредный продукт. Нельзя есть кашу, потому что она станет в итоге сахаром. Нельзя есть вот тот же самый рис отварной, гречку. Если мы их сладкими не сделаем, всё равно они в итоге станут сахаром. Ну, мы, конечно, не уходим в крайности. Мы с этого начали, да, что не стоит уходить в крайности. Но рациональное питание, то есть сбалансированный рацион, это когда в первую очередь достаточное количество белка, потому что абсолютно мы полностью состоим из белка. Тот белок, который мы потребляем, он преобразуется внутри нас и опять же создаётся из него белок. Ну, по сути, как конструктор. Внутри нас он разрушается, а потом из этих элементарных частиц мы выстраиваем себя таким, как мы есть. Собираем аминокислотный комплекс, с которого, в общем-то, далее создаём мышечный корсет, новые клетки, абсолютно там большую часть гормонов, да, и так далее. Соответственно, жиры, которые нам крайне необходимы, это, кстати, та проблема, с которой я столкнулась после вегетарианства, потому что ввиду того, что я не потребляла вообще жиров, у меня просто сбился весь липидный спектр, на котором строятся все гормоны. И это повлекло с собой очень большие проблемы, в том числе и по репродуктивной функции, и вес, и нервная система, вот просто всё посыпалось. Поэтому жиры крайне важны. Девочки, которые там бывают, ходят, занимаются спортом и сидят на сухой куриной грудке, да, вот они как раз очень часто имеют такие проблемы из-за недостатка жира. Но мне кажется, сегодня уже большинство осведомлены, что жира бояться не нужно. А вот что касаемо углеводов, здесь есть вопросы. Конечно, нет необходимости отказываться совершенно от всего, что содержит углеводы, они нам тоже нужны. Но я бы рекомендовала большую часть гарниров заменить на овощи. В разном формате это могут быть и свежие овощи, и там жареные, пареные, печёные, котлеты и так далее, всё что угодно. А вот эту вот составляющую, которую мы привыкли называть гарниром в виде круп, просто добавлять в эти овощные смеси, либо потреблять в виде небольших. Ну, наверное, больше для энергии, которую они нам дают. Всё-таки нам энергия тоже нужна для того, чтобы из белка себя выстраивать изнутри хотя бы. А мы ещё должны ходить на работу, заниматься умственной деятельностью, даже физической работой заниматься. Да, да, безусловно. На всё это необходима энергия. Если человек начнёт из своего рациона полностью исключить, потому что есть различного рода учения, когда люди уходят в такие крайности, едят только одни овощи, фрукты, всё сырое, чем это может закончиться? Ничем хорошим это точно не закончится. У меня, кстати, такой опыт тоже есть. Я вообще очень... Свой личный? Мой личный, да. Я была на сыроедении год. Вот. Но это было очень давно. Но, в общем, ничего хорошего это тоже не закончилось. И это было, мне кажется, составной такой частью всего этого процесса разрушения своего организма и испытывания его на ресурсы вообще возможные. Потому что любые крайности ничего хорошего за собой не несут. Это точно. В питании это также. Ну что ж, я думаю, те советы, которые вы дали сейчас нашим телезрителям, они заставят по-новому пересмотреть свой рацион питания. Ну, по крайней мере, кто-то задумается и уже пойдёт в магазин. Кстати, вот мы пойдём в магазин, может, даже сейчас потом возвращается с работы. На что обратить внимание, что лучше не брать? Я, честно, не беру внимания вот эти всевозможные добавки Е. А вот от чего лучше отказаться в магазине? Лучше отказаться от промышленных продуктов. В общем, те продукты, которые имеют уже какой-то сложный состав. Готовые продукты. Поэтому вообще, если хочется смотреть в сторону здоровья, то правильно смотреть в сторону цельных продуктов. Цельный кусок мяса, цельная рыба, цельные яйца и так далее, из которых что-то мы делаем. Потому что такие продукты не подразумевают какого-то, ну, агрессивного сильного вмешательства, как промышленный продукт. И не лениться подходить к плите и как можно чаще готовить домашнюю вкусную, полезную еду. Можно не как можно чаще, а даже всего лишь два или три раза в день ограничиться, и всё. Спасибо большое. Наша программа незаметно подошла к концу. Я думаю, телезрители обязательно воспользуются полезными советами. Я вам желаю удачи в ваших экспериментах и благодарных клиентах. Спасибо, Лиза. Это была программа «Качество жизни» с Людмилой Марченко. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин